добрый день дорогие друзья с вами капля и продолжение сериала о эволюции христианской свободы еще один этап четвертый этап это момент подотчетность вы знаете я на сто процентов уверен что вопрос необходимости подотчетности не появится на горизонте нашей жизни ровно до тех пор пока мы не потерпим первые серьезные поражения пока мы не убедимся на собственном опыте что наши пути наши решения наш опыт и даже наш духовный опыт общения с богом он не всегда адекватен мы не всегда можем понять ту истину которую бог хочет до нас донести мы не совершенны хотя я на сто процентов уверен что великий бог он может проговорить к человеку абсолютно несовершенному таким образом что он поймет например недавний недавний случай когда одна шаманка во время так сказать бубнения увидела в огне иисуса который обличил ее во грехе и она покаялась бог может делать эти вещи но в большинстве случаев у нас проблема с этим и пока мы не допустим определенные ошибки мы не можем понять что нам нужен кто-то кто будет помогать кто будет поддерживать кто будет направлять наш путь некий такой впереди идущий человек который уже прошел определенные этапы своей христианской жизни и вот тогда мы начинаем искать наставников мы начинаем искать тех людей которые помогут нам приходит момент подотчетности когда нам нужен кто-то кто будет нашим наставником от господа и нам нужно его найти здесь есть три вещи которые очень важны этот человек должен быть человеком от бога не просто мы выбираем кого-то знаете кто имеет авторитет некое положение в теле христа или в поместной церкви не человек который имеет массу даров но человек которого бог хочет видеть нашим наставником человек через которого господь будет вести нас направлять и корректировать как правило это тот кто привел нас к богу это человек который нам свидетельствовал человек который за нас много молился то есть мы в его сердце ему не безразличны наши дела наши поступки он он любит нас по-настоящему если такого человека нет рядом или по какой-то причине он не может помогать вам скорее всего это пастор хотя трагедия жизни современной церкви состоит в том что большинство пасторов это скорее некие чиновники люди формального служения которые не участвуют в процессе попечения просто управляя стадом в таком случае я думаю что нужно молиться однако на сто процентов уверен что бог обязательно усмотрит духовного отца кстати эта тема последнее время очень не популярна потому что она немножко извращена и опошлина однако я на сто процентов уверен что наши церкви они должны из духовных приютов стать семьями где есть отец есть вот этот дух отцовства где присутствует забота не основанная на формальной необходимости это делать а исходя из внутреннего побуждения основанного на искренней любви нам нужно найти такого человека вторая вещь которая достаточно важна в этом плане мы должны не просто найти этого человека но позволить ему три вещи первое мы должны позволить ему нас любить любовь она состоит не только в том чтобы говорить позитив любовь это открытость когда мы говорим что мы кому-то позволяем нас любить мы говорим что мы будем открыты для этого человека во всех своих эмоциональных духовных материальных и так далее физических аспектах вторая вещь которую мы должны разрешить этому человеку это учить нас к сожалению современный христианин особенно если это молодой человек не любит когда его учат христиане априори имеют все ответы по крайней мере мы так считаем нам кажется что перед нашими глазами открыта вся истина мы все абсолютно понимаем для нас ничто не сокрыто но так ли это если это так то почему многие живут во тьме у нас так много проблем мы не развязываем узлы а завязываем новые наверное потому что мы все-таки не обладаем всей мудрости и нуждаемся чтобы бог через кого-то обязательно нас учил и третья вещь самая наверное непопулярная в этом смысле мы должны разрешить нашему наставнику нас наказывать дисциплинировать неприятно болезненно и даже обидно но весьма необходимо потому что наказание это признак того что нас действительно любят и нас действительно заботятся я не имею ввиду тех христианских деятелей которых возможно вы очень хорошо знаете люди которые наказывают таким образом что после этого появляются раны несовместимые с духовной жизнью и так три вещи которые мы должны позволить нашим наставникам любить учить и наказывать и так этот период наставничество подотчетности когда возникает необходимость осознание быть кому-то подотчетным это достаточно важный период и наверное водораздел христианских и